Тема сформулирована в нашей сегодняшней лектории эпоха цифры, как технологии меняют мир. Я с удовольствием предоставляю слово для первой лекции на такую достаточно интересную, но непростую тему, которая называется «Искусственный интеллект – простое в сложном». Тема-то сложная, но надеюсь, что сейчас мы, я не скажу, что просто, но во всяком случае профессионально и очень последовательно что-то узнаем из того, что все-таки себя представляет искусственный интеллект. И поможет нам в этом директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета Михаил Михайлович Абрамский. Под ваши аплодисменты я приглашаю его на сцену. Большое спасибо, уважаемые зрители, уважаемые телезрители. Леонид Гойкович прям разрешил мне, он сказал, что мы профессионально должны разбираться в этом, поэтому тут не просто научпоп, но какая-то даже лекция. С чего бы начать? Когда мы думаем про искусственный интеллект в каком-то массовом сознании, у нас появляются знаковые фильмы и персонажи, которые были, как-то означивали злой умысел интеллекта по отношению к человечеству. В чем отличие с реальным миром? Первое отличие в том, что во всех фильмах мы наделяем искусственный интеллект дополнительными свойствами присущему человеку. Это сознание, самосознание, рефлексия, целеполагание и многое другое. Однако реальный мир на самом деле нас встречает с более приземленным пониманием интеллекта. Ведь на самом деле английское слово artificial intelligence можно также перевести как искусственная интеллектуальность. То есть не интеллект в плане разума, но некие способности, которые раньше мы считали, что присущи человеку, а теперь возможно не только. У интеллектуальной, у слова интеллектуальной есть несколько синонимов. Это умный, разумный. И здесь стоит обратить внимание на английский вариант этого слова. По-английски это слово smart. Слово smart я очень люблю по причине того, что оно имеет на самом деле очень богатую историю. На самом деле до 14 века под этим словом понималось вот нечто болезненное, кусачье, тертое, режущее. Слово смерть в русском языке, дальний родственник слова smart в английском языке. После 14 века у него появилось новое слово, новый смысл, выполненный силой, с хитростью, быстро, активный и умный. Я, если честно, сам глубоко не копал связь, но мне так кажется, что это связано с тем, что примерно в это время в истории происходят события, из которых человечество понимает, что войны, то, что именно болезненное должно быть и, скажем так, негативное, они могут выигрываться, как и сражения, с помощью умных технологий. 14 век, я вот специально даже покопался в истории, это время, начало столетней войны, и вот она очень известна, такой битвы, как битва при крыси, самое начало, и ее называют концом рыцарства. Что происходило во время битвы при крыси? Английские длинные луки положили французских рыцарей практически полностью, не дав даже к себе подойти, тем самым технология победила тогда в той битве, новая технология. Ну, соответственно, в 20 веке уже появляется более известный нам термин smart, когда мы говорим smart-карта, smart-TV, smart-автомобиль, ведет себя так, как будто бы обладает интеллектом, даже здесь есть перевод на английский язык. Так вот, ведет себя так, как будто бы обладает интеллектом, это не значит, что это разумная вещь, которая имеет личность, цель и так далее, но, тем не менее, нам может то же самое, что может человек. Кстати, пользуясь случаем, что у нас лекторий познавательный, я хочу сразу наших зрителей, нашим зрителям объяснить, что есть слово smart в разных версиях, и иногда под словом smart понимается немножко другое. Хотелось бы сразу разделить эти понятия. Есть smart как слово, а есть smart как аббревиатура. И эта аббревиатура уже известна в менеджменте, это smart-цель. smart – это аббревиатура, означающая specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. То есть это конкретная, измеримая, достижимая, значимая и ограниченная во времени цель. Это применяется в менеджменте, когда мы хотим проверить, что цель, которую мы поставили перед организацией или перед собой, она действительно является целью. Например, вот хочу стать сильным, вроде как цель, наш друг может сказать, я хочу стать сильным, но это не цель. Она неизмерима, непонятно, как понять, что ты достиг этой цели. Она не конкретна во времени, ну и так далее. Вот я хочу через 3 месяца суметь подтянуться 15 раз 40 секунд уже ближе к цели, потому что она действительно и ограничена по времени, и она измерима. Понятно, что если вот за 15 раза 40 секунд ты сделаешь что-то, да, ты достиг этой цели. Но anyway, я про smart, который просто слово. И здесь как бы надо по-другому сформулировать основную задачу искусственного интеллекта, что это задача делать быстрее что-то, что раньше делал только человек. При этом это что-то, не какие-то примитивные действия, которые нас приводили к программированию, да, то есть там посчитать что-то, найти, увидеть. А именно активности, которые присущи человеку, можем даже сказать, человеческому мозгу, ну или в целом системе функционирующего внутри человека. То есть, например, узнать человека на фото, принять решение, различить, ответить на вопрос, найти информацию, проанализировать, принять решение. То есть то, что раньше делал человек, искусственный интеллект открывает для того, чтобы мы это программировали. Такие системы, которые могут эту функцию на себя брать. Почему в последнее время они стали так популярны? Ведь про искусственные интеллекты говорили очень давно. Есть несколько факторов, я думаю, что мои коллеги сегодня тоже о них расскажут, но я для себя выделяю четыре. Во-первых, у нас реально стали мощнее компы, на которых мы все делаем, и это означает, что мы можем наши модели сделать более качественными. Во-вторых, появилось большое количество программных библиотек, а когда есть программные библиотеки, есть люди, которые могут ими пользоваться. Ну и как бы не секрет, понижается порог вхождения в эту область. То есть означает, что большее количество людей могут тоже делать что-то такое на искусственном интеллекте. Сейчас можно взять одну из библиотек, и за четыре строчек кода у вас нейронная сеть, которую можно обучать. Далее цифровая экономика. Это то, что мы сейчас говорим, и все говорят, но опять же немножко искажает, почему-то в последнее время цифровую экономику приравнивают к IT. Что IT равно цифровая экономика. Но это немножко не так. Цифровая экономика – это именно экономика. То есть место, где возникает экономический эффект за счет использования цифровых технологий. Вот это цифровая экономика. И, разумеется, искусственный интеллект как снижение издержек и получение более точных результатов нам в этом помогает. Ну, это большой спрос на персонализацию и на рекомендации. Сейчас в интернете у вас, вас окружает полностью персонализация. У вас нет ни одной социальной сети, которая бы вас не окружила рекомендациями, адаптацией под вас и так далее. Так вот, все это порождает необходимость использовать ИИ. И вот теперь давайте посмотрим, как это устроено. Я в каких-то лекциях пример этот привожу в конце, но сейчас, поскольку я сказал, что искусственный интеллект простой, а сложный, то я привожу его для разогрева. Сижу я однажды в кинотеатре и вижу рекламу одной компании, где два известных актера, Дмитрий Нагиев и Леонид Ермольник, разговаривают, и вдруг я слышу слово «коллаборативная фильтрация». Я вздрагиваю, потому что не то слово, которое ты ожидаешь услышать, это как бы актер. И показываются вот такие вот надписи, искусственный интеллект, формируют тариф, приводится определение коллаборативной фильтрации, метод построения прогнозов в рекомендационных системах. Но раз уж это в рекламе МТС говорится, давайте с вами посмотрим, что это такое. Представим себе некий видеосервис, где три пользователя посмотрели, ну есть там N-видео, в нашем случае 10, просто потому что, чтобы лучше понять. Красным отмечено, что посмотрели. Например, юзер первый посмотрел, второе, третье, четвертое, седьмое, десятое видео. Возникает задача рекомендации. Что ему еще порекомендовать? Что он хочет еще посмотреть? Как это понять? Просто не скажем, но нашего пользователя можно сравнить с другими. И здесь нам неожиданно помогают эволюционные биологи, которые задолго до этих задач изобрели так называемые меры сходства. Им они нужны были для оценки разнообразия популяций в ареалах, которые они исследовали. То есть увидеть, что одна зона похожа на другую, потому что там вот такие вот есть общие виды. Но сейчас нам эта формула, я почему говорю для разгона, она, посмотрите, какая простая. Это двойное произведение, значит, 2 умножит на количество общих элементов, поделенное на сумму 2. То есть что такое вот A? Вот это вот. Это в нашей задаче видео, которое посмотрел и первый, и второй пользователь. A — это видео, которое посмотрел первый пользователь. B — это второй. Ну, то есть черта значит количество. То есть количество общих видео поделить на сумму тех, которые они посмотрели. Окей, если они не смотрели ничего общего, то это равно нулю. Значает, что сходство какое? Нулевое. Если они посмотрели одно и то же, то а и b равны. Нетрудно видеть, что тут будет 2а, тут будет тоже 2а, и мы получаем 1, то есть 100%. А реальная граница находится, ну, где-то от нуля до 100%. Ну и, соответственно, если мы посчитаем сходство между первым пользователем и вторым, и первым и третьим, то мы увидим, что на первых двух пользователях сходство в нашем примере составит 73%, а на первым и третьим 25%. И это означает, что надо порекомендовать первому пользователю посмотреть что-то, что посмотрел второй. Конечно, это искусственный пример. В реальности нужно посмотреть не одного пользователя похожего, а много таких, но вы суть понимаете. В частности, соцсеть TikTok работает в том числе и по такому сценарию. Что посмотрели другие похожие на тебя, то прилетает и тебе. Это называется user-based, коллаборативная фильтрация, то есть она ориентируется на пользователя. Есть item-based, когда, например, ну вот есть очень известная шутка на озоне, что вместе с книгой «Преступление и наказание» продается молоток-топорик для мяса президента. Вот, это шутка, но, например, мы же знаем, что вместе с одними товарами покупаются чаще всего и другие. И рано или поздно нам начинают это подсказывать. Вы знаете, вместе с этими товарами чаще всего берут и другие. Например, покупаемый телевизор, нам дают кронштейн, к тому же, чтобы мы его прикрепили. Ну и так далее. Вот это item-based. То есть это уже сходство двух элементов, которые выбирали пользователи. Смотрите, то есть на что это еще раз базируется? Формула очень простая, но тем не менее мы такие, вау, рекомендация. Вау, искусственный интеллект нам персонально предлагает как бы что-то. Понимаете? То есть не обязательно за искусственным интеллектом храниться что-то сложное. Ну, если дальше копаться, то зачем нам нужен искусственный интеллект? Нам нужно что-то оценить и принимать решение. Да, это самая важная его сфера. И вот здесь я очень люблю поговорить про термин управления. Вообще термин управления, если перевести его на греческий язык, то мы получим не то, что многие считают, но те, кто знают латыни и греческие, знают ошибку, которую я пытаюсь вызвать, и почему здесь находится этот персонаж из Гарри Поттера. Значит, нет, не империю, да. Империю — это управление как раз на латыни. Отсюда и, собственно, Римская империя и так далее. А на греческом империя, на греческом управление означает кибернетос. Отсюда и наука кибернетика, которая возникла в XIX веке, именно как наука об управлении. Андре-Мария Ампер, тот самый, в честь которого нас наединился измерения силы тока, нам вел эту науку, правда, рассуждал он тогда про управление государством, что вот можно предложить науку, с помощью которой мы будем каким-то научным методом управлять государством. В 1948 году Норберт Винер, известный кибернетик, формализовал кибернетику как наука о живых системах, что там все подвержено принципу управления. Есть некий контур, есть управляющий объект и управляемый объект, есть прямая связь, есть обратный. В принципе, в это ложится все. И наши, как бы, с вами тела, и живые организмы, и информационные системы, и так далее. То есть есть что-то, что управляет, оно по прямой связи управляет чем-то, но это возвращает нам обратную связь. И вот этот контур обратной связи, он, эта часть контура очень важна, потому что без обратной связи, ну, например, болит обратная связь организма на какие-то воздействия, из которых мы тоже принимаем решения. К слову сказать, про связь управления кибернетики, в том числе и про государством, есть, я вижу много разных кейсов возврата к этой теории. В частности, в 2007 году вышла техно-опера, где был один из персонажей этой автоматизированной системы госуправления, и там был конфликт с ее создателем. Там, как бы, ну, альтернативная вселенная, и обсуждался построенный коммунизм, и создатель машины был против нее, когда она предложила, что надо снять часть труда с населения, а он говорил, что труд должен воспитывать человек. Она говорит, не нужно, потому что это можно автоматизировать. В этом был их конфликт. Ну, за другим примером ходить далеко не надо. Вот у нас в 2019 году Министерство информализации и связи было преобразовано в Министерство цифрового развития, причем не просто цифрового развития, а цифрового развития государственного управления IT-связи. То есть, опять же, связь между цифрой, кибернетикой и госуправлением. Мне очень отрадно, что вот именно в Минцифре нашем, название нашего Минцифры очень хорошо так отражено. Что ж, управление полагается на какие-то данные, на основе которых мы потом принимаем решения. Как же сама система может принимать решения? Как мы должны ее запрограммировать, чтобы она сказала, вот, решение такое. И тут время обратиться к тому, как человечество, изобретая информационную систему, пыталось на себя, скажем так, посмотреть, и это отделить в какой-то формализованный объект, из которого порождается принятие решений. Один из примеров — это возникновение 70-е годы логического программирования. Выглядело это примерно так. Мы задаем некую логическую систему, то есть мы говорим, вот такой факт имеет место, вот такой факт имеет место, вот такие тут отношения могут быть. И дальше мы к ней задаем вопросы. А вот это верно? А вот так что? А если мы вот так сделаем, то что? А вот это можно? А вот это корректно или нет? Такая вещь, используемая в такой мат-логике, она до сих пор используется, когда мы, например, управляем требованием в сложных инженерных системах, где очень важно проявить, что система не противоречива. Но я вам приведу пример более простой. Вот посмотрите. Я вот этот текст, это абсолютно один в один код, который можно написать, это не какая-то такая упрощение. Я задаю термы, то есть объекты, и отношения между ними. Значит, ну объекты здесь вот они простые, это Максим, Артур, Алиса, Тимур. Я задаю отношения, за ними ничего не стоит. Я просто говорю, если что, родитель, это отношения между Максимом и Артуром, между Алисой и Артуром, между Максимом и Тимуром. Это двухместные отношения. Ну понятно, родитель бывает кто-то у кого-то. Дальше я задаю одноместные отношения, то есть от одной переменной m, g, я думаю, не нужно объяснять. И дальше я, например, говорю, так, а задам-ка я новое отношение под названием брат. И я пытаюсь как бы помыслить о том, дать определение брату. Кто же такой брат? Брат это, наверное, тут корректно написать братья. x, y, братья, если у них есть общий родитель. Если они оба m. И, ну, брат не равен самому себе. То есть я сам себе не брат. И дальше я систему построил. И потом пользователи могут у нее спрашивать, так, а кто братья? А этот брат ему или нет? А вот это у них какие отношения? То есть это частный случай. Но представьте, я могу там, не знаю, очень много людей сюда написать, между ними отношения, знаете, а потом, не знаю, проверять, не знаю, можно ли одному человеку выйти замуж за другого, нет ли у них близкой родственной связи. Это возможно сделать с помощью таких систем. Ну и да, собственно, кто братья? Мне выведется, очевидно, что братья у нас Артур и Тимур. Логическая, логический вывод от одной из первых моделей, она потому что моделировала, как бы, ну, логику, а это считалось основным способом принимать решения. Но это не единственный способ принятия решения. Другое вдохновение неожиданно взяли в теории вычислимости. Когда еще компьютеры не были изобретены, вычисления существовали на бумаге, для этого делали разные модели вычислений. Часто очень простая модель — это конечный автомат. Я решил сократить количество слайдов, поэтому вот я прошу пока только на это сейчас смотреть, потому что это, правда, интереснее, но пока на это. Итак, смотрите, все очень просто. Представьте себе, что у меня есть какое-то устройство, которое должно проверять, что у моего входного набора битов, нуля, единиц, четное количество нулей. 2 нуля — ок, 0 нулей — ок, 5 нулей — не ок. Вот справа находится автомат. Это абстрактная машина, которая это делает. Смотрите, что она делает. У нее есть память, 2 ячейки памяти. Обратите внимание, она зависит от того, вот стрелочка означает, что мне подали на вход. Смотрите, моя задача — четность нулей. Мне на единицу все равно. Поэтому если единицу подают, я просто игнорирую. Видите, остаюсь, где я был. Меня как бы не интересует. А вот если 0, обратите внимание, из S1 я перехожу в S2, а при другом нуле обратно в S1. И вот туда-сюда. То есть смотрите, если мне подадут хотя бы 1,0, я перейду из S1 в S2. И там останусь. Пока не встречу еще 1,0 и перейду в S1. Уже было 2 нуля. Потом я встречу 3,0 и перейду в S2. 4,0 и перейду в S1. S1 обведен, S2 не обведен. Это означает, что S1 мне нравится, если я в нем останусь. А S2 мне не подходит. Если мой вход закончится, поток нулей, единиц, и я останусь в S1, скажу true. Ответ да. У меня было четное количество нулей. Если я останусь в S2, мне скажут false. Их было нечетное количество. Вроде бы я про вычисление. Но через некоторое время, посмотрев на другим взглядом на эту модель, ее транслируют в модель поведения, в том числе, например, ботов, агентов в компьютерных играх, когда мы программируем их поведение, как они должны принимать решения в зависимости от событий. Состояние вот эти вот вершины, это то, что они делают, а стрелочками их изменение состояния из-за происходящих событий. Здесь на втором слайде диаграмма поведения некоторого, ну, объекта, который нападает на игрока. Вот смотрите. Я гуляю, да, вендор, слоняюсь, брожу. Если плеер, игрок рядом, я перехожу в состояние attack, я его атакую. Когда он выходит из моей области видимости, я снова слоняюсь. Я атакую. Если игрок атакует, то я избегаю, ухожу, как бы, да, от атаки. Если он расслабился, я снова его атакую. И если в состоянии убегания я оцениваю свои health points, то есть здоровье, на низком уровне, то я иду, ищу медикаменты для того, чтобы поднять этот уровень. И дальше я снова слоняюсь, потому что в это время я уже от пользователя убежал. То есть это та же самая модель слева и справа. Но видите, она переложена в сферу, которую мы можем назвать искусственный интеллект в компьютерных играх. Хотя, опять же, появилась она сугубо для того, чтобы решать задачи и программировать. Кстати, мне очень отрадно, что я иногда вижу такие поведенческие аспекты в тех или иных сериалах. Вот есть сериал «Мир Дикого Запада». Я очень люблю, у меня есть целая лекция, я еще скоро сделаю вторую версию, когда смотришь на голливудские фильмы или просто на сериалы, останавливаешь скриншот с каким-нибудь экраном, где программист что-то делал и начинаешь анализировать. Так вот, этот кадр из как раз сериала «Мир Дикого Запада». И здесь видно, что да, какое-то поведение задается. Вот видите, «Recruit», то есть это «Завербовать». И если будет «Escape», то тогда «Manipulate», то есть «Управляй ими». Ну, немножко похоже на эту модель, но мне, как айтишнику, очень отрадно, что использованный здесь язык это вот React.js. Вот, а React.js, он в реальности применяется немножко для другого. Он применяется для разработки веб-приложений. Вот, но вот тут использованы, им вдохновились, почему бы и нет. Еще одна модель, которую человек себя списал, это модель «Онтология». «Онтология» — это, ну, знают некоторые, кто философию изучал, что «Онтология» — это, собственно, про как бы бытие. Но «Онтология» внутри информатики — это попытка описать предметную область через набор сущностей, отношений между ними. Мол, есть автомобиль, у него есть класс, он состоит из чего-то, у него есть цена и сроки и так далее. Вот вершинами, вершинами, вершинами мы пытаемся все больше и больше описать предметную область. А к ней потом можно задавать вопросы. Типа, из чего состоит автомобиль? И тогда я выделяю отсюда автомобиль, выделяю «состоит», прыг-склок сюда, состоит в связь и перехожу в то, что я потом отдаю как результат этого мышления. Да? Здесь я хитрю немножко, и вот сейчас будет самый сложный слайд сегодняшней лекции. Ну вот только что была похожая лекция у меня с лицеем Лобачевского, там ребята выдержали, надеюсь, что вы тоже выдержите. Значит, текст-то сам по себе, который человек производит, это же тоже то, что машина должна обрабатывать и понимать. Это тоже раздел искусственного интеллекта, обработка текста на естественном языке. И вот давайте чуть-чуть посмотрим немножечко под капот того, что там происходит. Я сразу вас готовлю к следующему слайду, будет много текста, я скажу сразу, как его начинать читать. в крайнюю верхнюю, смотрите, часть, пока туда. Допустим, у меня соцсеть, и пользователи заполнили о себе интересы. Один написал, я люблю играть на гитаре, играть на барабанах, люблю футбол. Второй написал, играю на скрипке, люблю играть в хоккей. И мне ставят задачу, слушай, а можешь, пожалуйста, как-то программно определить, во-первых, суть их интересов, а во-вторых, сказать, похожи они друг на друга или различаются. Если в лоб решать задачу, машина не понимает разницу между играть гитара и играть скрипки, ну, например, играть, играть и там и тут. Может быть, означает, что это они общие, их интересы. И вот какая-то поэтапная обработка, немножко я вам покажу. Первое, что делается всегда при обработке текстов, убираются знаки припинания, убираются стоп-слова, это союзы, предлоги, частицы и так далее. Вот получается вот эта версия. Вот мы перешли играть гитаре, играть барабанах, люблю футбол. Следующий этап называют лимматизацией. При лимматизации каждое слово приводится в нормальную форму. Для гологола это инфинитив, а для существительного это, ну, единственное лицо, мужской рот, там, первое число. Первое число, да. Значит, играть гитара, играть барабан, любить футбол, играть скрипка, любить играть хоккей. Уже что-то с чем-то, слово играть, играю, уже они одинаковые, да, то есть поймите, что компьютер, если в лоб программировать, кто изучал базовый программированный, знает, что это строки, он как бы играю и играть, это разные строки, это разные данные, он не понимает, что это одно и то же, мне нужно ему подсказать. Так вот, окей, я получил такой набор. Что мне с ним делать? Мне надо объяснить компьютеру, что играть, это неважное слово, а скрипка, важное слово, что любить в этом контексте, неважное слово, а вот гитара, важное слово. Для этого используется тоже формула, и видите, она, ну, конечно, с логарифмом, но я не буду вам сейчас объяснять ее, как бы, математически, я вам попроще скажу. Смотрите, что такое важное слово? Важное слово, это слово, которое часто упоминается в этом документе, а я союзы предлоги-то убрал, и мне, значит, остались уже конкретные вещи. Но при этом это слово в других не упоминается. Вот у меня слово играть везде упоминается, любить везде упоминается, а гитара, или барабан, или скрипка упоминается только частично. Даже если тут было бы где-то еще тоже еще раз футбол или скрипка, представьте, что тут не два пользователя, а их сто, тысяча, миллион. Они все написали играть в футбол, играть на скрипке. То есть я должен как-то померить слова, чтобы по этому числу было видно, это слово важно, это слово не важно. Так вот, мера TFADF это произведение двух чисел. Первое число это частота слова в том документе, в котором он упомянут. Вот это первая часть вот этого произведения. 0,5 это означает, что, смотрите, одно слово один раз на два слова всего. Одна вторая. Видите, там где два слова, одна вторая. Там где три слова, 0,33, то есть одна треть. А вот эти вот вторые числа, они вычтены по мере IDF. Я пытаюсь поделить общее количество всех вот этих вот строчек, вообще всех, на те, где упоминается это слово. И получается, чем оно реже упоминается, тем больше это число. А чем оно чаще определяется, тем оно меньше. То есть его важность сужается. Если во всех, во всех, во всех документах будет описано играть, 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 это неважное слово. Его число будет уменьшаться. Что тут делать логарифм, кстати говоря, это тоже очень интересный момент. В дата, ну, в искусственной селекции мы часто, нам как бы формула до конца не важна. Мы можем ее менять под задачу, чтобы было удобное значение. Так вот, число здесь получается очень большое, нам как бы не само число важно, а то, как два числа различаются. И мы логарифм просто уменьшаем это число. Было миллион, станем 6. Было тысяча, станем 3. Но, опять же, миллион больше, чем тысяча, а 6 больше, чем трех. Соотношение осталось. Так вот, я в итоге посчитал и перемножил, и получается, смотрите, гитара, барабан, футбол, скрипка имеет значение 0,34. А играть имеет значение 0,048. А значит, оно не важно. Проблема оказалась в нашем примере с хоккеем и словом любить, потому что хоккей 0,23, а любить 0,2. Видите, они на границе. Но это в нашем примере, потому что он что? Только на двух пользователях. Представьте, что пользователей будет очень много. Так вот, вот такие вещи используются при обработке текста на естественном языке. Ну и заключительная часть, как бы многие, кто слышит про искусство, такие, а где, где они, где, где они? Да, они, это еще одна модель, которую я к ней практически вел. Не все можно запрограммировать сходу. Ну, правда, это сложно сделать. И вот почему. Представьте себе, что нам поставили задачу на фотографиях различить кошку и собаку. Вы это сделаете легко, вам говорят. Вот все стопчики фотографий, сделать две стопчики на одних кошках, на других собак. Легко. Вы сделаете. А для компьютера, прошу прощения, нам надо написать алгоритм, который фотографию преобразует в ответ кошка или собака. Ну, то есть, да, нет, можно сказать даже. Но, что такое фотография? Фотография даже 800 на 600 разрешения, маленькая. это вот столько пикселей, каждый занимает 24 бита. То есть, вот столько все, 11 миллионов переменных. Вы, у вас была математика в школе, во сколько переменных было? Одна, две, три, пять. 11 миллионов. И причем, каждая значимая. То есть, нет такого, что нам просто надо все их просуммировать или просто посчитать, сколько там нулей единиц. Нет. В том-то и дело, ну как к этому подступиться, мы не знаем. Но, человек же может это делать. Он смотрит такой, ага, ага, ага. И вот вдохновляясь работой человеческого мозга, его обучением, да, ребенок же тоже постепенно учится тому, какие животные есть, как их различать и так далее. В мозгу человека формируются нейронные связи, которые отвечают за эту работу. И в 20 веке ученые решили попытаться это воссоздать искусственно, то есть сделать искусственную нейронную сеть, которая по факту будет делать то же самое. Там будут нейроны и они будут учиться на опыте, чтобы потом это все давало какой-то ответ. Смотрите, обратите внимание, первые работы по этим вещам появились в 40-е, 50-е годы. То есть, уже тогда, ну вы понимаете, да, мы вот сейчас говорим о нейронных сетях, да, лет последние 10-15 лет, нам нужны были еще и мощные компьютеры, потому что вот нейрончик, нейрон зрители, как бы давайте посмотрим, он очень прост. Смотрите, у него есть входные данные и каждый входной бит сопровождает вес, это число, ну уже вещественное, любое, там 0,25, там и так далее, минус, минус 0,3 и так далее. Дальше идет очень простая операция. Делается сумма, вот что, произведение вот этих двух чисел. Это умножается на это, плюс это на это, плюс это на это, плюс это на это. Все очень просто. После сумма, то идет так называемая функция активации. Она должна сказать, вот это вот число, которое получилось, оно как бы, ну означает, что нейрон как бы работает или нет. Например, она может быть пороговой. Например, мы говорим, если это число больше какого-то другого, то тогда 1, а иначе 0. И мы получаем выход. Все, это нейрон, из них формируются слои. В первых нейронных сетях был только входной слой и выходной слой. Потом уже начались скрытые слои, 1, 2, несколько. И вот видите, между ними тоже есть собственные связи. Они тоже могут быть весами. Так вот, получается, что нейронная сеть, это что? Это просто функция, а теперь самое главное. Вот эти вот W, это числа, которые изначально мы делаем какими-то. А потом мы делаем обучение. Мы подаем на вход известные данные, проверяем, получился правильный ответ или нет. И если ответ получился неправильный, мы осуществляем коррекцию ошибки. Что это такое? Мы эти веса меняем. Человек их меняет? Нет. У нейронной сети есть принцип, по которому она эти веса переделывает. Например, есть там правило такое, если там тут неправильный ответ появился, то вес можно, например, превратить в единицу и поставить знак, противоположный предыдущему. Ну, например. То есть, это не человек делает. Нейронная сеть, мы говорим, это неправильный тренировок. Ага. Я эти W немножко меняю. Теперь поехали. Берем стопку фотографий. Первый фотографий подаем на вход. Там собака. Она говорит, это собака. Мы говорим, отлично. Иса, пока все, ничего не меняем. Подаем на вход следующую фотографию. Она говорит, это кошка. Мы такие, нет, это собака. Она такая, Меняет здесь немножко веса, на которых был неправильный ответ. Отдавался. И теперь, а тут собака. Тут там кошка. Мы говорим, правильно. И так мы обучаем ее на так называемой обучающей выборке, на известных входных данных с известным результатом. И она эти веса меняет, 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 но так, чтобы все значения ей подходили. Потом мы берем тестовую выборку, на которой мы это проверяем. И если большой процент, высокий, очень правильный ответ, мы ее принимаем в работу. Мы говорим, да, она действительно различает кошек и собак. Как нейронные сети различают кошек и собак, нам скажет этот мем. Но дело может быть не в кошках и собаках, а в известных и популярных ошибках нейронных сетей. У нас закончилась математика, не переживайте, там дальше будет уже очень интересная вещь. Итак, где нейронные сети и разработчики могут просчитаться? Очень известный пример. Одни люди решили нарисовать нейросеть, которая должна была различать собак, значит, хаски от волков. Подали датасет, обучили, все супер, различает, все отлично. Но потом на некоторых фотографиях, где очевидно собака хаски, она говорит, это волк. Волк, прям натуральный волк. На это люди говорят, ну как волк, это же хаски, у нейронных сетей не кратит, это волк. Прям точно, большой процент. Начали снимать слои, смотреть, что активировалось и так далее, какие данные были важные. А теперь, внимание, вопрос. Это человек видит, что на фотографии находится собака, а что еще на фотографии находится? Снег. нейронная сеть вообще-то все равно, какой пиксель, как бы за что отвечает. Это мы видим сразу собаку, нейронная сеть сразу видит все пиксели одновременно. Не случайно в Google помог мне, и когда я искал фотографии волков, мне вышли все волки на снегу. И нейронная сеть за это совпадение, она бросается, говорит, отлично, фактически нейронная сеть нам говорит, вот волк, вот это вот волк, вот волк, вот это волк, вот тут он вот, вот тоже волк. То есть на самом деле она говорит, это снег, просто мы ее обучили на неправильной выборке. И это есть ошибка нейронной сети, которую вот мы можем только анализом находить. Ну и очень известная ошибка, тоже ограниченности, я уже завершаю, расскажу просто вот очень известный пример, еще известнее. Фотографию Ким Кардашьян взяли, 88% нейронной сети скажут, что это человек. И дальше сделали фотографию, где поменяли местами глаз и рот. И нейронная сеть такая, 90% что это человек. Так что, как бы поработят ли нас компьютеры с искусственным интеллектом? Ну пока хороший вопрос. Но я думаю, что вы поняли, что есть вот эта вот часть, которая разум, и все-таки есть очень большой пласт технологий, которые просто моделируют то, что раньше делал человек. Вот это и есть искусственный интеллект, который не так сложен, как может изначально показаться. Спасибо. Я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Вопросы. Ну, во-первых, скажите, было же не сложно? Но сложно. Вы вообще обучаетесь где? Кто-то может сказать? Сейчас все скажут, что мы этичники, мы все понимаем, конечно. Я не обучаю здесь. А? Ифмип. Медик. Вот, хорошо. Так. О, отлично. Ага. Вот то есть, либо вы все хорошо действительно в школе учили, и что такое функционал там? Функционал в школе не учат. Не учат уже, да? Мне кажется, мы все-таки функциональное уравнение решали. Ну, хорошо. Или школа была хорошая? Есть ли вопросы? А вот у меня вопрос. Если можно, микрофон. Я им сейчас подам микрофон. Пожалуйста. Меня зовут Валерия Фридрих. Я студентка первого курса направления телевидения. У меня такой вопрос. Здесь мы говорили про, как это правильно сказать, интеллектуальное… Технологии искусственного интеллекта. Да, искусственный интеллект. Сначала я подумала про роботизированные системы какие-то, а здесь конкретно мы говорили про, как я поняла, больше… Про приложения. Про приложения, да? Про социальные сети. Вот. То есть… Что с робототехникой? Да, да. Смотрите. Начнем с того, что робот – это попытка зайти к человеку с другой стороны, если мы говорим про антропоморфного робота. Давайте сразу договоримся. Мы про роботу каких говорим? Про, например, беспилотный КАМАЗ или, например, про антропоморфного терминатора? Вот который прям… Я… Который сейчас, знаете, на человека похожий и так далее. Я как-то… Да, смотрите. Это тоже большой проект. Во-первых, здесь какие технологии? Во-первых, любой робот – это система для принятия решений на основе данных. Значит, я также должен сказать немного про мехатронику, потому что, как он двигается и так далее, это целый отдельный наук, но она, опять же, тоже есть, это мехатроника и инженерное дело. Что из искусственного интеллекта в робототехнике мы используем? Это, разумеется, компьютерное зрение, это, разумеется, распознавание текста. Если это робот социальный, то это, возможно, даже работа с эмоциями, то есть какие-то эмоциональные модели, которые тоже сопряжены с этим. Внутри, под капотом робота, используются ровно те же самые алгоритмы. Там могут быть нейросети для изображений, там может быть принятие решений на основе анализа данных, как бы, ну, что делать и какое решение принимать по движению, да, как подвинуться. То есть технологии все, в принципе, то же самое. Вот у нас в институте, например, мы как раз-то занимаемся интеллектуальной робототехникой. Мы готовые роботы пишем софт. Вот. Поэтому, говоря про роботизацию, это все там полностью применяется. То есть вот, я, может быть, только про компьютерное зрение сегодня не рассказал, что как бы вот еще, но я думаю, что тоже понятно, например, вот сейчас я должен посмотреть взглядом камеры, и он должен вычленить людей, распознать, что это, опять же, распознать, что на фотографиях или на видео находятся там мужчины, женщины и так далее. Все те же самые задачи, в принципе. Спасибо. Но еще я скажу, знаете, что есть? Важно, это вот беспилотная, да, и еще есть строевая робототехника. Это когда мы говорим про, чтобы роботы работали вместе. Например, если вот сейчас есть проект в сельском хозяйстве, это как бы, мониторинг за полями, за какими-то связистными угодьями, да, соответственно, это орошение тоже с беспилотников, да, и там надо, чтобы каждый беспилотник собственно занимался своей конкретной зоной. То есть вот там тоже это есть. спасибо. У вас вопрос? Если можно, микрофон передайте, коллеги. Салават Мухаммадуллин, аспирант, журналист. Мне такой вопрос про таргетинг. Это же тоже, по сути говоря, то, о чем вы сейчас говорили, но все-таки вот собирает вводные, в этом случае не сам искусственный интеллект, да, а ему вводится это рекламодателем. Правильно ли я понимаю? И вторая часть вопроса, реально ли так, что если отдать все это на откуп искусственному интеллекту, он начнет таргетировать то, что ему выгодно, чтобы пользователи смотрели не то, что выгодно рекламодателям, ну, те, кто занимается с таргетом, а то, что выгодно самому искусственному интеллекту? По первому вопросу таргетинг начинается вот как коллаборативная фильтрация, вы же тоже заметили, что там не было никаких сложных моделей, да, но выглядит как будто что-то умное решать, что делать. В принципе, таргетинг — это попытка по параметрам угадать целевую аудиторию. Очевидно, что дальше алгоритм может просто увидеть, что если это там зашло тысячу людей с такими-то параметрами, то похожим на них тоже зайдет, вот. А дальше, если есть какие-то скрытые связи, уже мы можем говорить, что там необходимо какое-то машинное обучение произвести, чтобы принять какие-то новые решения. Поэтому я бы сказал так, что в таргетинге первоначально используется только вот то, что показывал похоже на коллаборативную фильтрацию, но для более глубокого анализа мы потом можем включить и машины, и даже такое глубокое обучение. А вот что касается искусственного интеллекта, как я сказал, у него цель-то особо и нет. Другое дело, что если обучить его не тому, то он, я бы сказал про другое. Если сильно ему довериться и не сверяться с тем, что он делает, его работу не анализирует, то он может немножко сойти с ума. То есть делать не то, что выгодно ему, а то, что ему кажется правильным, но при этом может расходиться с целями изначально, под которые вы его закладывали. Тут скорее вот эта проблема. То есть сойти с ума, нейронно сеть она может. Ну в смысле, что перестать работать адекватно. Спасибо. И у нас вопрос. Да, да. У меня в свое время была интересная дискуссия с Андреем Сибрантом. Мне повезло с ним выступать на одной конференции. И у нас с ним на тему искусственного интеллекта возник разговор о теореме Гёделя о неполноте. О том, что является ли сама по себе теорема ограничителем креативности искусственного интеллекта. То есть если сама по себе формальная система способна входить в этот парадокс, что это утверждение ложно и без определения понятия ложности выходить не расширяя понятийный аппарат не выходить из этого парадокса, является ли те математическим стопером для развития искусственного интеллекта как творческого. Спойлер, Сибрант назвал меня белковым расистом. Вот. Интересно твоя версия. Он был за, а он был за, а ты скорее всего был... Он был за, а ты скорее всего был... Нет, мне было просто интересно. Нет, я... Меня, наверное... Прежде чем вы начнете отвечать, я вам хочу еще раз напомнить простое в сложном. У вас еще две задачи-то перевести этот вопрос на простой линии. Окей, тюрема идет для неполноте. Простая вещь. Спасибо. Исчление высказываний, да, я говорю про матлойку, да, принятие решений и так далее. Вот смотрите, я сегодня выступал здесь, это истина. Я сейчас пойду домой отдыхать, это ложь. Сейчас я знаю, что пойду дальше работать. То есть у каждого высказания, как бы фактического, есть значение true-false, то есть истинная или ложь. Берем высказывание, которое звучит так. Это высказывание ложно. И пытаемся понять, оно истинно или ложно. Если высказывание это ложь истинно, значит, это ложь. Но это же означает, что оно ложно. Так значит, если оно ложно, то значит, то, что оно ложь, ложно. А раз ложь то, что оно ложно, то оно истинно. И мы получаем парадокс, который известен в литеруре, парадокс лжеца. Вот это парадокс в матлогике. С этого начинается определенный кризис в математике конца 19 века, который даже привели к расколу в математических школах. И, собственно говоря, парадокс лжеца постепенно был обобщен, и было две школы, логицисты и интуиционисты. Логицисты говорили, мы построим такие системы, в которых парадоксов не будет. И они, интуиционистов, которые говорили, что надо немножко делать по-другому, они прямо плохо с ними поступали. Все слова такие, ну короче, диссы писали, они хотят уничтожить математику и так далее. А Гёдель, австрийский математик, в 30-е годы доказал теремию о неполноте. Он сказал, что вы знаете, в любой сложной формальной системе я могу построить что-то похожее на парадокс лжеца. То есть как бы нельзя в сложных системах избежать парадокса, который похож на парадокс лжеца. Вот такая теорема была доказана, есть теорема о неполноте. Её приводят часто как бы как доказательство существования или несуществования Бога и так далее. Что касается вопроса, который был задан, я считаю, что она, конечно, является ограничителем к тому, что мы не сможем построить идеальную формальную систему, потому что это невозможно математически. Другое дело, что сама природа человека, она ошибочна, но это не мешает нам функционировать. Поэтому Булат сказал, что его обозвали белковым расистом. Я склоняюсь просто к тому, что, наверное, если человек смотрит на живую систему, то мы всё равно никогда не можем быть истрактованы как чисто математическая конструкция. А это как раз даёт нам шанс уходить в некотором смысле от того, что нас ограничивает теорема о неполноте. Поэтому ответ такой, что да, формально она нас ограничивает, если бы мы исходили бы только из-за математики. Но нам по точному соответствию с математикой очень далеко и, скорее всего, даже невозможно. Спасибо.